немножко про то как внутри устроена программа с точки зрения синтаксиса вот я сейчас буду выделять отдельные куски которые вы должны увидеть даже когда создаете чистую программу у вас будет только вот эта строчка вместо того что я тут написал и так вот эта штука namespace видите она сворачивается вот это логические как бы блоки они открываются и закрываются внутри лежат другие блоки так вот вот этот блок верхний называется namespace это такая такая штука которая позволяет адресовать эти блоки которые находятся внутри то есть это как бы адрес да то есть если вот это бы у нас был какой-то дом то вот это была бы информация о том в какой стране в каком городе на какой улице этот дом находится нужна вот эта конструкция для того чтобы вы потом смогли найти нужный нужный элемент вы знаете в каком namespace он находится и сможете его адресовать например именно так я адресовал вот эту штуку у тебя 8 поскольку она находится в namespace и систем . текст вот это то что тут написано программ это класс про классы мы с вами поговорим чуть позже пока вам нужно знать что все внутри си шарпа это классы все функции вся логика находится в классах пока мы видим с вами только класс программ ничего другого мы не видим вам пока это преждевременная информация знаете что какой-то класс должен быть без него никак дальше внутри класса есть вот такая конструкция которая называется функция или метод у нашего класса программ есть функция мэйн или метод мэйн который является входной точкой в нашу программу то есть когда программа запускается выполнение начинается с вызова вот этого метода дальше внутри метода находятся инструкции которые мы хотим чтобы были выполнены вот здесь вот сверху такие директивы и которая называется using они позволяют подключить внутрь вашей программы внутрь вашего алгоритма какие-то другие нами спейс и то есть вместо того чтобы адресовать вот этот энкодинг через полный его адрес name space а через систем . текст до вместо того чтобы адрес там белорусского государственного университета адресовать через республика беларусь город минск мы можем подключить сюда как бы этот namespace и тут написать республика беларусь город минск и тогда здесь нам не нужно будет указывать республика беларусь город минск . там белгос университет а мы просто напишем просто белгос университет и поскольку у нас вот этот адрес подключен здесь то наша программа без труда найдет его если мы этого не укажем если мы не укажем namespace либо здесь либо здесь вот я выдавайте закомментирую программа компилятор нам скажет что энкодинг не определен в текущем контексте то есть он не знает где найти этот энкодинг все внутри языка программирования си шарп и в java тоже и в других языках программирования все разделено на такие модули логические некоторые модули подключаются в виде отдельных библиотек про это мы тоже с вами позже поговорим и используется система адресации вот этих полезных всяких штук которыми вы будете пользоваться называемый называется name space и то есть формально наша программа находится наша программа находится по адресу hello world вот так я надеюсь понятно